так я могу сделать вот так здравствуйте доктор так здравствуйте значит у нас сегодня рассказ о ёжиках об их лечении такое он более для профессионалов или тех кто столкнулся вдруг с ёжиком как осмотреть ёжика если у тебя в ближайших 100 метрах нет врача по ёжику ну да вообще хорошо просто ёжика передать специалистам но если вдруг специалистов нет или специалист по собачкам надо осмотреть ёжика потому что рядом нет других специалистов базовый экскурс для врачей которые возможно даже никогда не видели ниже но вот так случилось что он к ним попал каким бы то ни было образом собственно из осмотра наверное что самое важное нужно рассказать это всегда берегите свои руки в принципе конечности и прочей упирающей части потому что ёжики конечно очень милые но кусаться они тоже умеют и причем кусаются недостаточно неплохо полный комплект зубов и уже есть плюс ко всему есть когти есть очень болючие иглы очень болючие когда они хотят им делать очень больно поэтому всегда это в первую очередь перчатки и возможно даже защитные перчатки краги все что угодно толстые что собственно ёж не прокусит и не проколет вот если вам ежа принесли в достаточно нехорошем состоянии то скорее всего ёж будет достаточно пассивным малышом иногда они даже не сворачиваются в клубок когда им очень плохо это немножко упрощает задачу для доктора но усложняет дальнейший прогноз ну если у нас более менее средний вариант ежа то для того чтобы его развернуть есть несколько способов самый удобный самый эффективный это конечно же газовая анестезия изофлюран селофлюран все что есть в наличии не всегда для этого нужен газовый испаритель если это какие-то кратковременные манипуляции то есть просто банальная ваточка смочена изофлюраном приложена к носику она на несколько минут буквально ежа сможет усыпить и вы сможете провести качественный осмотр ничего не пропустив ну собственно если мы говорим о осмотре без анестезии то ежа можно развернуть в общем то несколькими способами некоторым удобно ежей просто брать за шкирку как мы берем кошек и собак ну это не очень гуманный наверное способ но тем не менее это возможный способ когда мы просто берем берем его за шкирку лучше делать само собой это в перчатках просто этот еж не колет меня сильно просто устал мы сегодня уже его много осматривали да и соответственно мы можем адекватно осмотреть ежика практически со всех концов другой вариант это если что концы круга ну окей извините доктор идеальное животное потому что он идеальной формы если еж сворачивается разворачиваться не хочет то в принципе мы можем его колобочком немножко в руках покатать на спиночке это очень больно без перчаток честно и в принципе ежики достаточно охотно разворачиваться своего клубочка и дальше собственно мы тоже можем его осматривать прячем пальцы обязательно потому что ежик скорее всего начнет обороняться когда вы начнете его собственное состояние кругом уводить из того что нужно обязательно осматривать во первых общий осмотр ежа то есть мы смотрим повреждения которые в первую очередь бросаются в глаза это могут быть кусанные раны рваные раны с некрозом с гноем и так далее все что угодно может быть ежи из каких только ситуаций к нам не приезжают опарыши для этого очень актуальная тема про опарыши я еще расскажу вот смотрим всю мордочку то есть у нас и ушки должны быть осмотрены внимательно по необходимости берем оттуда ватной палочкой со скобчика смотрим под микроскопом потому что очень часто наверное 95 процентов ежей которые приходят из дикой природы не очень здорово они будут собственно с клещиками смотрим глазки глазки у нас должны быть ясные не как это правильно не в куклы не впавшие не впавшие то есть если у ежика глазки впавшие скорее всего ежик обезвожен носик должен быть чистеньким без каких-либо выделений если видим какие-то гнойные выделения это тоже нужно зафиксировать мы можем собственно смотреть ротик зубки у них подожди зубки подожди подожди макс давай мы покажем зубы скажи чиз он тебе скажет немножко другие слова цена он ругается лапочки осматриваем когтики потому что когтики тоже могут быть сломаны и само собой приносит дискомфорт если еж во время осмотра начинает пускать слюни обмазывать себя этими слюнями это нормально это их абсолютно естественное поведение поэтому не пугаемся у ежа не эпилепсия и он не хочет умереть прямо сейчас просто это их нормальная реакция на стресс они слюняются да осматриваем весь шерстный и больше ты пока все равно же шерсть да то есть нам нужно оценить опять же нет ли каких-то ранок язв еще чего-то смотрим все очень внимательно потому что ранка может быть очень маленькая но при этом она может быть действительно фатальная для ежа оцениваем эластичность кожи то есть точно так же мы можем поднять шкурку в складку и складка должна моментально расправиться то есть как у кошек и собак все идентично если складка расправляется медленно либо не расправляется вообще то соответственно стоит задуматься о том что еж все-таки обезвожен пол ежа определяется не сложно если ты знаешь где что должно быть вот у него сейчас между лапками вот там визуализируется половой член не даст так сейчас я еще раз так делаю не все ежи дадут так спокойно посмотреть свои причиндалы просто за наркозить ежа давайте так взяла вид что это наркоженный ежик вот у самочки половые органы находятся ниже ближе к хвостику у самцов так у собак прости пеницы ближе к пупку находятся показывай на себе у них нет выступающих наружу синяков поэтому если вы там не нащупали яйца то скорее всего их там нет потому что они внутри вот соответственно если вдруг мы увидели какие-либо поражения на еже там язвенные и так далее отверстия какие-то нашли обязательно нет где там опарыши нам нужно проверить потому что очень часто это как ежик в диких условиях он может очень долго проводить в таком состоянии болезненном на улице то часто там селятся наши любимые опарыши и их нужно очень тщательно вынуть изо всех отверстий и соответственно чтобы у нас не происходило никакое отражение потому что кожа у них достаточно специфическая да собственно мы можем видеть что ежа я могу практически полностью вот помять шкуру у него с одного конца натягивается на другой да 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 вот можно примерно так сделать и собственно в этом проблема то есть у нас может быть например раневой канал где-нибудь в районе полупопий а сама рана она будет распространяться под кожей хоть до головы то есть это очень важно нужно оценить глубину поражения в том числе ну и соответственно его дочистить что иначе потом отвалится просто кусок ежа если не весь ежа очень часто что да незаметны эти повреждения все нормально кожа внешне здоровая потом она раз просто и отваливается не очень приятный момент но плюс ко всему бы никогда не вылечить ежа если у него будет продолжаться какое-либо воспаление и выражение и прочее потому что сексис может закончиться очень-очень плохо вот если мы нашли каких-либо паразитов на еже ну само собой лучше их дифференцировать но основные паразиты именно на кожные на ежиках если мы не говорим про блох и опару шеи это немножко другие вещи от всего этого можно избавиться с ровно теми же самыми препаратами что и для кошек и собак то есть любой препарат широкого спектра действия если интересно то я думаю что мы можем список препаратов потом предоставить вместе с дозировками я думаю что мы сделаем вконтакте где-нибудь статью и ждем ссылку да да потому что дозы у них отличаются что тоже очень важно помнить доктора который не занимается ежиками у них другой метаболизм и метаболизм другой вот и поэтому различаются иногда и схемы терапевтического лечения и соответственно дозировки препаратов и поэтому нужно помнить и не ширять ежа всем что первое придет в голову как вы это сделали бы кошки и собаки ну собственно в этом плане профессиональные доктора в этом плане очень важно поддерживать связь со специалистами которые занимаются реабилитацией ежей ну либо лечением ежей не обязательно это наверное центр реабилитации это могут быть просто профильные врачи но которые занимаются такими видами животных вот не нужно какие-то он накакал замечательно сдал анализы не нужно какие-то радикальные меры в плане лечения применять пока вы не скооперировались с человеком который разбирается в ежах потому что вы больше можете вреда донести ежу чем принести пользу ну и соответственно если вы принесли ежак себе домой если он либо у вас дома либо у ваших коллег не важно он вообще и писает подожди стой не сильно двигай его да он писает у тебя можно разместить коробку подожди он закончит иначе он сейчас пойдет куда-нибудь и не закончит иди не убежал потому что ловить вы можете долго и если он заберется за какой-нибудь диван или холодильник достать его оттуда будет очень проблематично поверьте мне на слово пробовали вот соответственно вам либо над коробкой необходимо разместить обогрев это может быть банальная 40 или 60 ватт лампочка но соответственно чтобы она не обжигала ежа чтобы ежа до нее не мог дотянуться чтобы он мог отойти в сторону да и собственно обеспечить таким пространством чтобы у ежа как у рептилии была и теплая зона и прохладная то есть по необходимости он мог бы менять температурный режим у себя в жилище в качестве подстилки нужно использовать материалы которые не ворсятся то есть они не должны наматываться вокруг лапочек хвостиков потому что некрозы у ежиков очень часто возникают банально из-за того что просто какая-то ниточка одна единственная там от бинтика или от тряпочки перемоталась вокруг пальчик и в общем-то пальчик может пойти под удаление рисковать не нужно вот что еще мне интересно нужно рассказать когда вы ежа нашли в принципе он выглядит более-менее адекватно можно ему предложить еды воду воду само собой свободном доступе можно оставить можно предложить еды из препаратов которые можно использовать на первичном осмотре антисептики все те же самые то есть хлорогексидин по необходимости перекись диоксидин редко используют все-таки антибиотик содержащий препарат мироместин тот же самый то есть все что базовым мы можем обработать мы обрабатываем абсолютно стандартными антисептиками соответственно я тебя уже покусала уже покакал По необходимости различные антибактериальные мази, это все после консультации с ветеринарным врачом, потому что нужно знать, чего мазать, чего мазать можно, чего мазать нельзя и чем мазать. Давай поменяем разгулявшегося ёжика на менее разгулявшегося. Ченч. У меня львёжика, пока это соль, это можно даже почти не держать. По поводу антибиотиков и прочего, это, само собой, лучше уточнять с ветеринарным врачом, опять же, с ветеринарным врачом, который работает с ежами, потому что у них тоже есть определенные нюансы по антибиотикам. В общем и целом, из первых мер, которые вы можете принять подкожные инъекции, они делаются ровно так же, как и всем животным. Так же лучше. Удобнее. Удобнее. Я просто чуть-чуть дополню с точки зрения биологии, почему кожа другая еще, потому что передав от виш, за вторых, потому что иголки очень-очень тяжелые по сравнению с волосом, и, соответственно, там очень толстый подкожный слой. Он такой прям ощутимый, то есть, ну, не к сантиметру, но около того, то есть, вот, если смотреть на кожу ежа, там прямо толстый-толстый дубовящий слой вот этот вот на спине этой кожи. И поэтому подкожная эта инфекция, она достаточно глубоко, ну, глубже, чем, казалось бы, и колоть так же. То есть, надо оттянуть и понять, что там прям такая настоящая толстая, огромная шкура. Проблема явно не возникнет, то есть, не обязательно в брендной шкурке, тут точно такая же кожа, и эту кожу мы точно так же можем растянуть. По поводу забора крови и прочего, это два варианта, на самом деле, если это что-то маленькое, то, ну, просто некоторым докторам банально не хватит сноровки взять из лавок. Но, по большому счету, все ровно точно то же самое, то есть, вены предплечья, вены сафена, все те же самые вены у ежей есть, и, соответственно, оттуда можно брать кровушку. Если это ежик, с которым не позволяет размер взять кровь из вены, то есть, венка очень маленькая, либо, ну, по каким-то причинам вы не можете взять оттуда кровь, то можно под газовой анестезией взять из каудальной полы вены. Ну, технически я приложу видео, как это делать и откуда, собственно, брать эту кровь, потому что некоторые никогда не практиковали забор из этой вены, поэтому видео мы приложим. Внутримышечные инъекции все делается ровно точно так же, то есть, у нас и ляшечка есть, и мяско на этой ляшечке. Ляшечка? Вот она, да, она там. Внутри она спрятана, надо даже помнить, что они все внутри кожи. Поэтому все необходимые манипуляции с ежом абсолютно спокойно можно выполнять, и подкожные инъекции, внутримышечные инъекции, даже внутривенные вливания. Что еще нужно рассказать по лекарствам, по лечению? Собственно, по поводу зубов... Взвесить, что надо ее уже коррентген сделать. Сейчас расскажем. По поводу зубов я еще не договорила. Собственно, они точно так же поддаются саме аксоритовой полости при необходимости. Зубы абсолютно спокойно удаляются, то есть, нет каких-то тотальных проблем, там нет супердлинного корня, поэтому в плане экстракции зубов тоже проблемы не возникают, но это в ходе необходимости. Если мы понимаем, что зуб абсолютно не жизнеспособен, либо он приносит какой-то сильный дискомфорт к ежу. То есть, бывает, что у них зуб частично, допустим, сломался, либо нарос камнем, то в таком случае чаще всего ежи даже не сниют. В диких отниют часто попадают молодые ежики и старые ежики, вот старые вот такие, которым в природе уже не место, то есть, которые пришли помирать условно. Вот, и они, ну, понятно, да, они более слабые, они попадают к людям, открываешь рот, а там, аааа, там. А там швах. Да. Вот, поэтому, да, обязательно обращаем внимание на ротовую полость, это на самом деле может быть даже единственной причиной, почему еж попал к вам в руки, просто он не ел, а слаб, а у него болели зубы. Аааа, всегда, как только вот первый раз вы получили ежа, мы его взвешиваем, удобнее всего использовать весы с чаши, они более точные, и, соответственно, ежа можно туда просто посадить, даже когда он в состоянии комочка, и, собственно, спокойно взвесить. Все взвешивания проводим регулярно, если это еж сильно истощавший, то можно прям график составить, и, соответственно, мы с вами сможем понимать, что еж набирает вес, у него адекватный прирост, и вполне вероятно, он идет на путь выздоровления. По поводу рентгенов, ровно те же самые проекции, то есть мы можем фоткать ежа со всех необходимых нам концов, проще это делать под анестезией, потому что, допустим, на бок, скорее всего, вы положите ежа только так. Это не очень информативно, потому что еж будет в форме комочка, мы ничего изнутри не сможем разглядеть. Поэтому, конечно, удобнее всего рентгенов непосредственно делать уже под анестезией. Крайней мере, это будут нормальные проекции, на которых мы сможем что-то разглядеть. Да все, наверное, всякие показатели крови, я думаю, что это уже для специалистов интереснее, да, и при необходимости уже просто, да, можно почитать в литературе, там, в нашей, в англоязычной. При желании есть целые, там, у иностранцев сайты по спасению, как спасать ежиков, как лечить ежиков. Они там прям целые гайды выпускают, прям по пунктикам, на самом деле, очень большие молодцы ребята. У них целые центры, которые занимаются реабилитацией только ежей, то есть они там тысячами этих ежей выпускают, у них колоссальный опыт, и на самом деле они большие молодцы. Они просвещают, ко всему прочему, еще население, они проводят лекции, семинары о том, что делать там с найденным ежом, как обращаться с раненым ежом, как выкармливать малышей. И всю эту информацию, в принципе, можно найти в свободном доступе, главное задаться целям. Теперь такие банальники, чего не делать, что не надо ставить ежику-балочко с хлебушком и вискус. До недавних пор мне казалось, что люди, ну, уже настолько просвещенные интернетом, что узнают, что молочко предлагать ежу нельзя, но нет. Как показывают последние наши наблюдения, люди до сих пор стремятся поставить бедному ежику молоко. Собственно, этого делать не нужно. У них в организме нет фермента, который переваривает коровье молоко. Вот банально нет такого. И, соответственно, в лучшем случае ежу просто будет не очень хорошо, в худшем случае поение молоко может привести к диареи, истощению, обезвольнению и в конечном итоге, в общем-то, даже смертью. То есть, такой вариант тоже возможен, поэтому не нужно. Носит ли грибочки с яблочками на спинке ежики или они что-то другое едят? Ежики это на 80% все-таки насекомые яды, то есть это животные, которые едят насекомых. Также в их рацион входят маленькие мышки, птички, яички, ящерки, змейки, миллюбимые. Собственно, все то, что ежик может у себя под носом где-то найти неподалеку. Они не брезгуют ни птичками, ни мышками. И поэтому, когда вам очень хочется дать ежику вискос, подумайте о том, что этот вискос гораздо больше вреда ему принесет, чем даже тот же самый кусочек курицы либо индейки. Потому что консервантов много, баланс микро-макроэлементов немножко не соответствует потребностям ежа. И в конечном итоге после длительного кормления, длительного относительно, то есть тут может быть неделя или две недели, в итоге вы получите ежа с больной печенью, с просто не варящим ничего кишечником. Выпухшими зубами. Да, и с этим ежом уже мало что вы сможете сделать. Да, кстати, очень хороший момент, что неоднократно были наблюдения за моими пациентами, когда пациент всю жизнь сидит на промышленном корме, неважно, это европейский лесной еж, либо африканский, либо ушастый, все что угодно, когда они сидят на промышленных кормах, как-то вот статистически они лишаются зубов достаточно рано, они просто выпадают. Поэтому все-таки нужно помнить, что ежик – это животное, которое должно питаться натуральным рационом. Это лучше всего будет для его организма. Таракашки, зафабасики. Да, ежики очень любят. Ну, также мышки, цыплятки, перепелочка, все, что может перепасть ежик. Поэтому, когда в голову приходит покормить его кошачьим, либо собачьим кормом, сто раз подумайте, вам еще этого ежа реабилитировать и вполне вероятно выпускать. Спасибо большое. Ну и напоследок, я очень хочу сказать, что если вдруг вы нашли ежа, в первую очередь мы в интернет лезем, не узнавать, что делать с найденным ежом, а ищем контакты центров реабилитации. Центр реабилитации может находиться от вас очень далеко, но там есть такие замечательные люди, как Ксения, Александра, Мария. Неужели ты наш центр, находите и в центре поближе, и другие ребята. Кемеровцы прекрасно лечат ежиков, у них большой опыт, вообще больше, чем у нас, по-моему, даже по ежикам они молодцы. Которые даже дистанционно смогут вам подсказать, что делать с этим ежом. То есть, само собой, вводные данные вы должны предоставить, когда еж был найден, в каком состоянии, какой вес и так далее, и так далее. И дальше уже сотрудники центра вас координируют. Я, когда занималась переводом статей, собственно, в интернете, какой только информации не нашла, каких только дельных советов не дают. В общем, не надо читать интернет, нужно напрямую обращаться к специалистам, которые занимаются этими животными. Просто важно нам не навредить. Спасибо. Пока-пока.